Всем привет, мои хорошие! Вы на канале Кукин Бранча и вы ведущая Ирина. Благодарю всех, кто заглянул на мой кулинарный канал. Сегодня я буду готовить одно из моих любимых блюд, которое мне позволяет сократить время пребывания на кухне, потому что сразу буду готовить и мясо, и гарнир к нему, да еще и в полезном варианте, потому что все мы будем запекать в духовочке. Всем желаю приятного просмотра! Если видео понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться! И сегодня я буду запекать окорочка с картошечкой. С румяной корочкой у нас все получится. Очень-очень вкусно! И для приготовления я взяла около полутора килограмм окорочков. Сейчас их нужно замариновать. Для маринада два средних зубочка чеснока нужно измельчить через чесночный пресс. Половину столовой ложки соли. Паприки я возьму столовую ложку. Еще у меня есть приправа для окорочков. Вы можете свои любимые приправы, либо специи добавлять. Тоже около столовой ложки. Половину чайной ложки смеси перцев. Здесь у меня две столовые ложки лимонного сока свежевыжатого. Две столовые ложки соуса терияки. Можно заменить соевым соусом. И три столовые ложки растительного масла. И все перемешиваем. Маринад у меня готов. Окорочка у меня уже подготовленные. Они обработанные. Я их помыла, просушила бумажными полотенцами. И я хочу их разделить, разрезать по суставу. Также можно использовать в этом рецепте не только покорочка, а и просто целую курочку порезать на кусочки. Каждый кусочек обваливаю в маринаде. Долго мариновать не нужно. При комнатной температуре достаточно 20 минут. А мы тем временем нарежем овощи. 6 картофелин среднего размера я хочу сегодня нарезать дольками. Можете нарезать кусочками, можете кружочками, как вам больше нравится. Я каждую разрежу на 6 долек. Немного растительного масла наливаю на противень. Граммов 30 будет достаточно. Распределяем. И высыпаем нарезанную картошку. Одну среднюю морковку нарежу кружочками. Полщиной примерно пару миллиметров. И один средний лук. Нужно тоже нарезать крупно. Я сегодня взяла салатный, но также подойдет и репчатый. Салатный просто для красоты. Всю эту красоту я высыпаю на противень. Салатный. 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 У меня здесь половина столовой ложки соли. И добавлю смесь перцев. Половину чайной ложки. И все это хорошенечко перемешаем. Гарнир подготовили, а за это время замариновались у меня бедрышки. Выкладываем сразу сверху на картошку. И остатками пряного маринада сверху все польем. Мне осталось эту красоту отправить запекаться в духовку. Температура духовки 200 градусов. Время запекания 45-50 минут. Все зависит от сорта картошки и как крупно вы ее нарезали. Картошка должна стать мягкая, курочка зарумянится, должна быть с румяной корочкой. Картошка будет пропитываться мясным соком и ароматно пахнуть. Ждем. Курочка с картошкой у меня почти готова. Пару минут и точно будет готова. Я хочу готовое блюдо посыпать зеленью. Несколько веточек укропа сейчас мелко нарежу. Запахи из духовки у меня сейчас просто волшебные. Так ароматно вкусненько пахнет. Мне уже не терпится достать и начать пробовать. Моя курочка с картошкой запекались в духовке около часа. И посмотрите какова красота. Сверху посыпаем зеленушкой. И блюдо готово. Давайте смотреть что же у нас получилось. Картошечка мягкая. Посмотрите какая хорошо приготовилась. Вот замечательная. Пропиталась мясным соком. И сейчас давайте мясо. Мясо тоже прекрасно отделяется от косточки. Шкурочка поджаристая. Так как я и хотела. Мясо беленькое хорошо от костей отходит. Замечательно. Я хочу и мясо и картошку. Сейчас в эту подливку. И кусочек картошечки. И будем пробовать. Фантастика просто. Если вам нужно быстро и вкусно накормить семью. Сохраняйте этот рецепт в копилочку. Делитесь этим рецептом с друзьями. Ставьте лайки. Свои фото отзывы. Как всегда можете прислать мой инстаграм. А чтобы первыми узнавать о вкусных новинках на моем канале. Подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик. Я желаю всем мира и добра. Всех люблю. Целую. Прощаюсь с вами до новых вкусных рецептов. Всем пока-пока. Продолжение следует.